Всем привет! Вы на канале Синие Крылья. И сегодня я расскажу вам о драках между моими попугаями-монахами, которые живут вместе всего лишь 10 дней после покупки самца-арбузика. В предыдущих видео я уже познакомила вас со своими монахами и показала условия, в которых они сейчас находятся. Птицы все еще привыкают друг к другу и иногда между ними происходят подобные потасовки. Отношения попугаев выясняют примерно один-два раза в день. Это, слава богу, не приводит к неприятным последствиям для физического и психологического состояния попугаев. Наблюдая подобное поведение, я пришла к выводу, что это нормальная реакция птицы, с помощью которой они доносят друг другу информацию о своем настроении, делят территорию, корм, жердочки, возможно, игрушки. В нашем случае таким образом самец демонстрирует самке свое превосходство. При этом он сам не начинает драку. В основном это провоцирует самка. И сейчас вы это видите на своих экранах. Это киви именно начинает драку. Самец вроде бы и отвечает, но дальше не готов продолжать. И что интересно, как только один из попугаев успокаивается, второй его уже не трогает. Птицы мои быстро адаптируются друг к другу, изучают язык тела своего сородича, возможно, даже таким образом. А для попугаев это также непросто, ведь до сих пор они находились в одиночном содержании, каждый в своем доме. А наша самка к тому же выкормыш. И ей, видимо, удивительно и странно, что в ее мире появился новый попугай. Ведь она привыкла к общению только с людьми, поскольку она абсолютно ручная. Первые такие драки меня очень расстроили. И я решила, что попугаи не понравились друг другу и что пара из них вряд ли сложится. Но посмотрев документальные фильмы о попугаях, живущих в естественной среде, поняла, что ошиблась. Это абсолютно нормальное поведение. Ведь отношения выясняют все животные и птицы, и даже иногда и люди. И если попугаи не дерутся до крови и не пытаются нанести сопернику увечья, а в остальное время живут рядом тихо и спокойно, то их небольшие стычки между собой являются нормой. И такие драки бывают даже между попугаями в давно сложившихся парах. Поэтому я решила продолжать наблюдать за своими попугаями и надеюсь, что они все-таки уживутся вместе и со временем адаптируются. К тому же я планирую изменить условия содержания птиц и окончательно поселить их вместе в одной клетке, которая будет гораздо больше, чем были предыдущие их раздельные клетки. Кстати, маленькая клетка может быть одной из причин драк у попугаев. Если ваши питомцы ожесточенно дерутся, убедитесь, что их клетки не маленькие, а соответствуют размеру, который необходим для вашего вида птиц. Также стоит учитывать, что у каждой птицы в клетке должно быть не менее двух, а лучше трех жердочек. И попробуйте увеличить количество корма. Возможно, птицы думают, что его не хватает. Кроме того, самые яростные драки происходят между самками. В этом случае попугаев лучше содержать в раздельных клетках. Также драки бывают между взрослыми птицами и их же взрослыми птенцами. В этом случае птиц тоже нужно рассадить. Спасибо вам за просмотр! Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok